МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вновь всем привет! Не прошло, как говорится, и года. И вы вновь на канале Кристалл Дискусс. И сейчас мы будем демонстрировать то, что обещали. Тот самый старомодный инкубатор. И посмотрим его преимущества перед тем импортным изделием, которое нам предлагают наши заграничные друзья. Та-дам! Вот когда я его изготавливал, я вам скажу честно, я даже и не подозрел, и даже не верил, что он будет работать. И принцип не мог понять, каким же образом он работает. Вы как видите, да, здесь 4 отсека. Можно, конечно, его еще шире сделать, если много самов или там много африканской циклиды. Ну, без разницы, что вы будете инкубировать. В общем, если у вас много икры, можно расширить его, удлинить. Все, что угодно можно с ним сделать. И, ну, вот единственное, что вот эти отсеки, их шире не нужно будет делать, потому как, наверное, скорее всего, напор может уменьшиться. Я пробовал и шире, и меньше. Ну, в общем, должно быть все рассчитано, и давление должно быть нужного, нужной силы. Я что только не пробовал сюда бросать сейчас. Я же говорил, что я что-нибудь найду. Ну, как-то лососевую икру можно было бы, конечно, бросить. Но лучше, конечно, ее на хлеб с маслом. В данной ситуации я бросал сначала сухой горох. Он тоже намокает и перестает. Сейчас попробовал обыкновенное пшено. И на пшене я вам продемонстрирую, как это все работает. Ну, я думаю, что по первости вы и тоже не поймете, откуда берется завихрение и что вообще происходит. Потому как здесь есть такие меленькие детали, без которых этот инкубатор работать не будет. А помещается он у меня... Вот вы видели уже ранее, я вам показывал такой отсадник 12-литровый. В моем ролике таблетка номер 13. Вот, я ее помещаю сюда. Как видите, одной высоты, немножечко повыше. Но этого достаточно. Чтобы проинкубировать икру отдельно от общего аквариума. Ну что, начнем пробовать, что получится. Ну вот, смотрите. При вас специально наливаю воду, чтобы вы понимали, как это делается. Вода должна быть не выше вот этого уровня. Кромки самого инкубатора немножко перельем. Сейчас немножечко уберем. Убираем немного воды, чтобы он правильнее работал. Ну, я думаю, нормально. Сейчас посмотрим. Сделаю вам поближе. Чтобы вот все хорошо видно. Итак, берем обыкновенный распылитель. Вот такой. Видите? Обычный распылитель. И опускаем вот сюда в отверстие. Ну и включаем кислород, сколько не жалко. Как видите, хорошее пузырение вот здесь. Хорошо вам покажу, как он установился, этот инкубатор. Между... Видите, расстояние между... Все рассчитано под данную. Данную. А теперь смотрим, как он будет работать. С пшеном. Берем пшено. Опускаем. Поехала, родная. Во второй отсек. От второго сама поехала. От третьего сама тоже побежала. От четвертого. Ну и как вам эта дружная компания? Все бежит. А теперь мы для того, чтобы было совсем понятно, как это будет инкубироваться, добавляем пару капель красящего вещества. На этот раз он называется антипар. И смотрим, как это все инкубируется с пшеном. Вот вам отдельный инкубатор. Закрываем его крышечкой. Ставим обогреватель, если он нужен. И пожалуйста. Вот вам целый детский сад или ясли. Как можно, хоть как. берите, пользуйтесь. Мне не жалко. Да, кстати, совсем забыл. все. Это тоже очень-очень важно. Вот, как видите, вот в этом месте образовался пузырь воздушный. его вот так вот убираем, чтобы его там не было с трубочкой. все. Теперь у нас все работает. Ну, пшено не очень маловато, конечно, потому как ту икру, которую инкубирует, она немножечко покрупнее. Поэтому щелочки провалились все-таки некоторые крупицы. вот смотрите, как все это прекрасно работает. Я думаю, что не хуже, чем папа сом или какой-нибудь маловеец, африканец. Все прекрасно. Видите, как и насыщается кислородом. Все работает. Удачной вам инкубации. Ну, а теперь уверен, что в комментариях будет очень много вопросов, каким образом данная конструкция работает. Я тоже вначале недоумевал. Ну, вот смотрите, такие мелочи. Как видите, вот край идет. Потом он поднимается и над самим инкубатором выше уровень. Как видите, да? А сбоку, где забирается, вот работает кислород, это аэрлифт. Там выручка, вот здесь. Вот, как видите, да? Куда попадает вода, зацепляется из общего сосуда и попадает, при помощи аэрлифта попадает сюда. Поднимается уровень воды. И получается, что здесь меленькие дырочки. Этот уровень давит сюда. И выталкивает икру. И лишняя вода, как видите, вот он, под напором вот эти вот дырочки, которые здесь есть. Они вытекают, вытекает вода. И опять сюда, и опять идет по кругу, по стенкам. И с помощью аэрлифта опять набегает сюда. Уровень поднимается. И все это дело по новой закручивается. Ну, надеюсь, очень понятно объяснил. Пользуйтесь. Друзья, ну и вдогонку. Есть еще пару таких мелочей, о которых не стоит, конечно, и рассказывать, и терять время. Но вопросы задают начинающие, даже и не начинающие. Просто интересуются, каким образом, что и как, да? И я, ну как, до кучи, я вам еще о каких вещичках таких расскажу. Ну, многие еще по старинке, наверное, пользуются нарезки трубочника, там, лезвием, там, ножичком. Как угодно. У меня сейчас в руках приборчик, аппаратик, или как, я не знаю, как это назвать. Который мне помогает очень в этом деле. Вот такая штука. Смотрите поближе ее. Это продается во всех кухонных принадлежностях для того, чтобы нарезать лапшу. Вот я кладу сюда трубочник и начинаю в разные стороны вот таким вот образом нарезать трубочник. Очень удобно и полезно. Ну, многие, конечно, улыбнутся, потому как уже давно этим пользуются. Но я это просто как бы вдогонку показал, потому как задают вопросы. И я думаю, что многим эта штучка поможет. А вот от вот этих движений старомодных, как мы раньше резали брифточкой. Ну и второй. Даже не прибамбас, а обычный. Многие спрашивают, каким образом я делаю ночную подсветку для пар, которые ухаживают за икрой, смольками и все такое. Потому как я вижу, многие показывают свое хозяйство. Там целое сооружение, плафоны какие-то. У меня все намного проще. Вот есть такая штучка. Даже не штучка. Это продается во всех электротоварах. Где лампочки продают. Это ночной, ночничок. Ну и естественно вот на полтора метра вот такой вот удлинитель. Работает очень хорошо. Ставится. Прям над самой икрой. Ну просто песня. Честно говорю, пользуюсь. И у меня даже до сих пор и в самой разводне вот такая вот штучка горит по центру разводня. Она не тушится у меня вообще никогда. Выключая свет, это у меня такой ночной свет для общей разводни. Сейчас я вам даже это все так покажу, чтобы вы поняли. что это все как скажем не брехня. Вот посмотрите. Вот он горит. Очень удобный. Очень хороший ласковый свет. Так что. Пользуйтесь. Ну надеюсь вам мое видео понравилось. Кто-то может быть использует это для себя. Кто-то может быть скажет у меня намного лучше и удобней. Ну буду рад если вы поделитесь своим опытом. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Во всем вам удачи. Подписывайтесь на канал. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok